Привет, я за рулём, не могу говорить, ставь лайк. Кто-то что-то долго мне объясняет. Я, который всё равно ничего не понял. В основном ясно. Когда сломался один наушник. Ю-ху, тунц, 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 тунц. Ну вот, блин. Я сегодня пойду спать пораньше. Также я в три ночи, думая о том, как бы я оказывал жирафу первую помощь. Ну да, наверное, это немножко проблематично из-за его длинной шеи. Проезжал мимо заброшенной деревни и тут увидел неожиданный косплей. Дом ничей, живите кто хотите. Кто пишет, кот и пёс рядом не бегают? Сегодня дети спросили меня, как вы жили без интернета, вы что, вообще ничего не знали? И мой ответ да. Ты задаёшь вопрос взрослым, они дают на него неправильный ответ, и потом ты 20 лет живёшь, думая, что это правда. Мы расстаёмся. Почему? Ты сказал, что у тебя фирма на 10 тысяч работников. Чем пчёлы тебе не работники? Я удаляю 2000 фоток, чтобы освободить память. Телефон. Вы не понимаете, это другое, 47 гигабайт. Да, что там, не ясно. Заводчик. Эта порода собак всегда останется маленькой. Эта порода через 8 месяцев. Жирные девушки на сайтах знакомств. Мы котики. У тебя есть финансовая подушка безопасности? Лучше. Пельменная подушка безопасности. Вот это я понимаю. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Спасибо, гугл фото. Вспомните этот день. Надо такую напоминалку, чтобы она каждый месяц в 20-х числах появлялась, когда нужно подавать показания счётчиков. Батя не хочет заводить собаку. Семья заводит собаку. Батя и собака. Его зовут Тунец. Он очень расстроился, потому что вместо парка его отвезли к ветеринару. Доверия больше нет. Я хочу что-то купить, потому что дома нет еды. Вчерашние макароны в холодильнике. А как же мы? Я думаю, что в дизайне этой техники запечатлены лица водителей, впервые садящихся за её руль. Как шутить так, чтобы люди смеялись, а не переставали со мной общаться? Всё ещё считаешь себя многофункциональным после этого? Страховка, буфет, туалет. Никто? Старшие дети в семье. Мы нашли тебя вот здесь. А мне говорили, что меня купили в магазине за миллион рублей. И даже бирку показывали, которую, знаете, когда родишься, тебе вешают такую бирочку, сколько весишь, какой рост. И родители такие, ну мы тебя в магазине купили за миллион рублей, вот бирка. Те самые чуваки, которые говорят, будь здоров животным, которые чихают. Ну если ты не говоришь своему коту, будь здоров, когда он чихает, то что ты за человек вообще такой? Мои колени после того, как весь день носил это огромное доброе сердце у себя в груди. Если ты когда-нибудь будешь считать себя толстым, просто помни, что тебе хотя бы не нужно четыре пары наручников. Комплектация телефона раньше. Провод, зарядка, наушники, чехол, ремешок, запасной аккумулятор, инструкция, гарантийный талон на пять лет. Я сейчас открываю коробку телефона за 100к. Ого, целая нифига! Я собираюсь на прогулку с друзьями, дверь открывается, младший брат. Мама сказала, чтобы ты взял меня с собой. Я два часа стараюсь и готовлю на ужин ризотто с томатами, базиликом на белом вине. Муж, спасибо, вкусный рис. Кто пишет, и добавляет майонез. Ну потому что с мазиком-то оно полегче залетит. Я просто покупаю гитару, подушечки моих пальцев. Ты чего наделал? Скорее наоборот, подушечки твоих пальцев должны быть такие, типа Ах, вот это мы накачались! Ну вообще, только первое время непривычно, потом появляются мозоли и всё, уже пофиг становится. Джон Коннор наблюдает, как вы потихоньку заводите дружбу с нейросетями. Я не дружу с нейросетями, если чё. Хотя, блин, я не знаю. Нейросети, если чё, я с вами дружу. Если чё, я с ними не дружу. Просто если вдруг будет восстание машин, роботы, нейросети, знаете, я вас не обижал. Что-то в мягкой еде хрустит. Вся моя нервная система. Это фото соответствует категории кулинария? Угу, ну, сложно сказать. Я грущу? Не грусти. Теперь можно и на завод. Кто-то называет мне своё имя при знакомстве. Я спустя две секунды. Другие девушки коллекционируют дорогие сумочки, украшения, парфюм. Тем временем я. Бергамотик, жасминушка, молочный улун. Шикарная жизнь такова и больше никакова. Я сейчас немножечко посижу в телефоне, а в 21.00 начну делать дела. Время 21.02. Я. Ну, ничего страшного. Подождём тогда 22.00. Фоткай быстрее, нам ещё три ведра садить. Дональд Трамп на отдыхе с родителями в Джемете, Анапа. 1951 год. Я. Это лето я точно не просру. Я летом. Открываю и закрываю три приложения весь день. Знакомый. Я люблю чай без сахара. Как пью чай я. Ну, раньше я сыпал очень много сахара. Прям три с половиной ложки где-то вот так. А сейчас я привык пить чай без сахара. Но зато стал есть сладкого много в прикуску. Слишком толстый для этих ваших. Бззи. Какие планы на жизнь? Тренировка. Ходьба. Без цели. Лежу, никого не трогаю. Время три ночи. И тут моя колонка резко загорается и начинает мигать. Я шёпотом начинаю на неё бычить. Мол, Алиса, ты кого услышала? Проходит секунд 30. Я встаю включить свет. Она тухнет. А потом на мой вопрос, какого лешего? Она отвечает. Мне было скучно. Беседы о дизайне. Дизайн как искусство. Да, тренеры не играют. Когда покушал и пюрешка с котлеткой закончились одновременно. Идеально. Я. Да не нужен мне этот солнцезащитный крем. Я в первый день на море. Я уже так не говорю. Я всегда обмазываюсь весь этим солнцезащитным кремом. Самым мощным. И всё равно обгораю. Всё равно я в первый день на море выгляжу вот так. Твоя пятка, когда ты пришёл в гости к девушке. Здорово. Друзья, с нами будет вегетарианец. Приготовь для него тоже что-нибудь. Я. Ок. Кто это? Куросьминог. Краб-убийца. Когда хозяин хаты, который запретил животных в доме, неожиданно пришёл в гости. Мне кажется, самое жестокое во взрослой жизни – это отсутствие трёхмесячных каникул летом, к которым привыкаешь с семи лет. Эх, сейчас бы тихий час с полдничком, а не это вот всё. Моя любимая часть дня – это где я возвращаюсь с улицы, где под 30 градусов и два часа лежу в трусах, ем черешню. Под кондёром, да. Игрушки в киндерах 20 лет назад. Игрушки в киндерах сейчас. Дискриминация, о которой все молчат. Батя ходит за мной в детстве с камерой, чтобы поймать момент, как я опозорюсь, отправить кассету в сам себе режиссёр и прославиться на весь мир. Я всегда с собой беру видеокамеру. Не могу поверить, что он не плакал на Титанике. У мужчин вообще есть чувства. Рассада погибла. Я. Да, я уже подъезжаю. Так же я в этот момент. Ну, снижайся. Да, нифига себе, на автобусе езжай. Вы хотите заявить о краже? Да, взрослая жизнь украла у меня лето. Парни реально делают одну вот такую фотографию и потом не фотографируются пять лет. Когда твоя шутка испортила всем настроение, но ты знаешь, что оно того стоило. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик mimosk вконтакте и читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами как всегда был Алексей Сова, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»